Сегодня выходной день, отличная погода. Лучше иди ко мне, я не боюсь. Посмотрите на наш шашлычок. Правда здесь ничего не видно. Всем привет! Мы сегодня пришли отдохнуть на пикничок. Правда нашли себе новое место, потому что наше было занято. Там впереди сидят рыбаки и обычно мы отдыхаем на той стороне. Вот, а сейчас искали-искали такое местечко, чтобы уединиться, спокойно полежать, покушать шашлычка. И вот нашли такое неплохое местечко, как на мой взгляд. Вот здесь под деревцем пролазишь, вон проходик. И здесь такая полянка открывается среди деревьев. Вот здесь тенечек. Сейчас я здесь расстелю нашу лежаночку. Кирилл там место под шашлык готовит. Ну, в принципе, неплохо. Ну и вид, ничего. Конечно, мы привыкли к своему местечку. Всегда там уже много лет отдыхаем. Ну что же сделаешь? Люди тоже пришли отдыхать. Сегодня выходной день, отличная погода. После таких проливных дождей, которые у нас были, все хотят отдохнуть и вкусно покушать шашлычка. Кажется, к нам сейчас придет в гости коровка. Давай, Ася. Кирилл, лучше иди ко мне, я ее боюсь. Пока Кирилл рубит ветки, я уже распалила костер. Сейчас будем ждать, когда все это перегорит. и начнем жарить шашлычок. Костер наш все больше. У нас здесь вот такая лежаночка. Это коврик для фитнеса и наш пледик, который мы всегда берем с собой на природу. Травка зеленая. Еще солнце не выпалило ее. Классно. Посмотрите на наш шашлычок. Правда, здесь еще ничего не видно. Немормально. Сегодня мы без помидорчиков. Пошли все в магазины. Еще помидоров были в продаже, но именно вчера не было. На рынок не ездили. Поэтому помидорчиков для красоты не будет. Ничего. Главное, чтобы мяско было вкусно. Водоем наш большой, конечно. Но вот появились соседи. Какой-то рыбак пришел с женой. Прям рядом-рядно сели. Я думаю, места предостаточно. Мы сели прямо около нас. Ой, я пропустила этот момент, когда ты уже поставил шашлычки. Ти любишь шашлыки, жареные на мангале? Нет, конечно. Почему? Не знаю, мне они не то. Мне вообще нравится только на костре. Именно на настоящем костре. Не в мангалах, не в печках. Все-таки здесь чувствуется какой-то отдых, природа, что ли. Земля, да. Совсем другой запах. Это не угли покупные. Приехали, угли купили, бензин купили, распалили, быстро пожарили, поели. Хотя для каждого отдыха есть и на диване отдых. Он и так отдыхает. Любой человек по-своему. Для нас, допустим, мне так больше нравится. Когда на природе. С шашлычком. Запах такой. Запах вообще не передать. Я думаю, каждый хоть раз в жизни делал шашлыки. Знает, что это такое. Мы обычно в другом месте сидели. Там классно. Там такой выше воды находится. Да, я рассказывала. В следующий раз, может, если попадем туда, если никого не будет. У нас были в логе оттуда. Тут прямо около нас присоседились. У нас сидят. Да, да. Я рассказывала и показывала. Ну, что ж, не выгонишь. Здесь отдыхают. Ну, они рыболовят. Вообще замечательный у нас ставок. Очень близко он от дома. Да, и на удивление чист. Хотя здесь и город. Очень чист. Если тут, допустим, мы выходим. Выбрали место, где мы посидим. Пожарим шашлык. То нету прям бутылок. Я не знаю. В нашем же городе тот же самый котлован есть. Называют Голубые озера. Туда поедешь. Там все в бутылках. Не знаю. Там как будто туда городская свалка. За собой оставляют. А здесь как-то люди убирают. Палят. Там видно, что был, допустим, костер, место. Но прямо такого глобального мусора нет. Приходишь, можешь выбрать место. Сесть, посидеть, отдохнуть. Возле водички. В тенечке. Вот деревья. Рыбаки больше на открытых местностях сидят. Ну и там просто возле воды мало деревьев. Сидим. Возле воды. А вот и я. Возьмем. 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 кушать мы уже второй раз разжигаем костер немножечко сменили свое местоположение мы сидели вон там и сейчас там солнышко поэтому мы пришли вот сюда здесь также ключик сейчас кустики и наши вон там соседи продолжают ловить рыбу друзья мы после отдыха уже идем домой замечательный день прекрасный отдых надеюсь что вы отдохнули вместе с нами если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока пока